Здравствуйте! Вы смотрите новости 1-го Карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. Ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем только о главном. Сколько дорожно-транспортных происшествий произошло в Караганде и сколько травмированных лежат в больнице, узнавал Николай Кровец. По факту смерти роженицы и ее ребенка возбудили уголовное дело. Повышение тарифа на проезд в общественном транспорте отложено на неопределенное время. 35 человек с травмами, 15 ДТП. Таковы последствия резко наступившей зимы. Уже 4 дня на дорогах Караганды гололед. Как справляются карагандинцы с неожиданной переменной погодой, узнавал Николай Кровец. Гололед такой, убьешься, автобусы вон где останавливаются, старики на эту дорогу не залезут. Господи, это одно мучение. Где нужно? Наша власть, надо их сюда пригласить, чтобы они посмотрели, как мы мучаемся, что надо это все переделать, дороги посыпать. Пенсионерка Нина Савчук с трудом добралась до остановки на ДК. Причина тому – гололед, который уже несколько дней доставляет массу неудобств простым горожанам и автолюбителям. Карагандинцы сетуют на то, что коммунальщики якобы не позаботились о безопасности граждан. Говорят, что дороги и оживленные тротуары не посыпают песком. Однако в городском отделе ЖКХ заверили – делают все, чтобы передвижение по улицам было комфортным. В первую очередь у нас произвелась подсыпка по спасительной смеси в целях недопущения аварийных ситуаций на дорогах или с города. На следующий день у нас привлечено в уборку 125 ленте техники. Выйдено более 4,5 тысяч кубических метров снега. Работы также ведутся в круглосуточном режиме. Ажиотажи в клиниках города. Скользкие тропинки сделали своё дело. В клинику имени Макожанова непрерывно поступают травмированные карагандинцы. Всего за два дня в клинику имени Макожанова поступило 35 человек. Один из них с обморожением. Накануне работе шахты имени Ленина возвращался с работы на автобусе. Когда вышел из транспорта, подскользнулся и упал. Пришлось обратиться за медицинской помощью. Скользнулся, упал коленом прямо на лёд. И всё, перелом привезли в клинику Макожанова. Сделали операцию. Ну, сегодня уже потихоньку ухожу. Скользко. Ботинки скользкие у меня придать. Хотя зимние ботинки. За двое суток, начиная с 20 по вчерашний день, по 22, то есть по ночным утрам, поступило 35 больных. Из них в стационаре было госпитализировано 25 больных с различным травмами в верхней и нижней конечности. И 15 человек было госпитализировано по дневному стационару. Всех больных, которые были госпитализированы, прооперированы, оказаны первой помощи своевременно. И все больные в данном момент находится в отделении, после операции не берут. Всплеск дорожно-транспортных происшествий зафиксировали и полицейские. В авариях есть погибшие. В связи с погодными условиями за последние три дня, 19, 20 и 21 ноября, на дорогах Карагандинской области было зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, при которых 4 человека погибли, и ещё 16 получили травмы различной степени тяжести. Оказались не готовы к зиме автомобилисты Караганды. Не все водители вовремя поменяли летнюю резину на зимнюю. На шиномонтажках нескончаемые очереди. Зима, как всегда, у нас приходит неожиданно. На шиномонтажку приезжаем обычно зимою. Зима приходит быстро. Снег, лёд. Очередя везде страшные. Приходится ждать, бывает 2-3 дня. А вот одному из автомобилистов замена колёс едва не стоила жизни. Не успел мужчина отъехать от шиномонтажки, как чуть не попал в ДТП. Отлетело колесо. Между тем, синоптики обещают незначительное потепление. В выходные столбик термометра покажет около нуля градусов. Берегите себя. Николай Кровецк, Арат Рашитов, Первый Карагандинский. Принятие решения на повышение тарифа за проезд в общественном транспорте отложен на неопределённое время. Департамент юстиции отклонил регистрацию нормативно-правового акта, так как этот вопрос не был согласован с Национальной палатой предпринимателей. Региональная палата предпринимателей создана около двух месяцев назад, но уже заявила о себе достаточно громко и уверенно. Национальная палата берёт на себя такую общественную ответственность и будет проводить собственный анализ и собственную оценку эффективности реализуемых программ. Для этого уже на сегодняшний день подготовлен блок предложений, что это будет единая методика. Жёсткий анализ эффективности реализации государственных программ в экономике и социальной сфере планируется проводить по 40 показателям. Нельзя забывать, что палата, как любая национальная структура, должна действовать по принципу баланса интересов государства и бизнеса. Сейчас документы о повышении тарифа на проезд находятся в региональной палате предпринимателей. Мы по этому поводу создали рабочую комиссию, изучаем, анализируем, требуем, чтобы непосредственно этим вопросом занимался ЖКХ и просим, чтобы они обосновали, в связи с чем тариф резко поднялся на 63% же. На согласование отведено 10 дней. Возможно, тариф на проезд станет первым общественным слушанием, на которые палата пригласит представителей власти, депутатов и общественность. Сергей Высокосов, Бахтияр Аспанов, 1-й Карагандинский. Глава города поздравил сотрудников дорожно-строительной отрасли с завершением сезона ремонтных работ. Ко дню первого президента Аким Мирам Смогулов отметил особо отличившихся дорожников благодарственными письмами и ценными подарками. В этом году дорожные строители выполнили рекордный объем на работ. В Караганде на новый асфальт выделили больше 2 миллиардов тенге. При этом сезон выдался не из легких. Погодные условия были жесткими и власти, и компании, занимающиеся ремонтом. Боялись, что не успеет все сделать в срок. Однако, когда работы завершены, дорожные строители обещают новое асфальтное покрытие пролежить долго. Пока же благодарность от городского Акимата, телевизоры, планшеты и сотовые телефоны. Надо уметь и благодарить, кто все лето вас пугает. Пугают вас, жители, за качество дороги, за состояние дорог. Хотел бы пожелать, чтобы меньше было нареканий со стороны жителей, со стороны руководства, а вам, вашим предприятиям, процветания. Сезон был тяжелый, но мы выстояли. Спасибо, конечно, городу, что не забыл нас. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Далее короткая реклама Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Заниматься любимым делом и получать за это достойную плату – что может быть лучше? Впервые в Караганде мы предлагаем углубленный курс менеджера по туризму и директорские курсы «Стартап в турбизнесе». Программа курса включает работу с клиентами, конкуляция индивидуальных туров, работу с готовыми турпакетами, документы оборот при оформлении тура, паспортно-визовые формальности, правила лицензирования и многое другое. Углубленное изучение позволяет работать сразу после окончания курса на уровне профессионального менеджера с опытом работы или директора турфирмы. По завершению курса выдается сертификат. Набор ограничен. Справки по телефону 97 47 42 8 702 155 98 00. По факту смерти роженицы и ее ребенка в Михайловском роддоме возбудили уголовное дело. Напомним, что инцидент произошел на прошлой неделе. Родственники умершей рассказывают, что женщина находилась на шестом месяце беременности, ее привезли из Сатпаева в Караганду после преждевременного отхождения колоплодных вод. Роженицы сделали кесарево сечение лишь спустя 3 дня после госпитализации. Младенец умер в утробе. После женщине сделали еще одну операцию, после которой она скончалась. Данный факт зарегистрировал в Кузи Михайловском отделе полиции УВД города Караганды, по которому возбуждено уголовное дело по статье 114 часть 4 УК Республики Казахстан, то есть ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками. В настоящее время ведется следствие. Пенсионер покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову. Трагедия произошла накануне днем в Шетском районе. В поселке Агадырь в собственном доме был обнаружен труп 65-летнего мужчины. Он свел счеты жизнью, выстрелив себе в голову из двухствольного охотничьего ружья, приведя в действие спусковой крючок, привязанный кожаным ремешком к большому пальцу правой ноги. Об этом сообщает пресс-служба областного ДВД. Государственная программа форсированного индустриального инновационного развития в действии. Начальники управления еженедельно предоставляют сведения о работе своих подразделений на онлайн-брифингах. Накануне с журналистами общался начальник управления промышленности и индустриального инновационного развития Карганинской области Галымашимов. Традиционно основой экономики региона является горно-металлургическая промышленность. На ее долю в общем объеме промышленного производства выпадает 70%. Ежегодно добывается около 30 миллионов тонн угля, около 3 миллионов тонн стали. В машиностроении, торговле, стройиндустрии и других отраслях промышленности работает более 80 тысяч человек. Охарактеризовав составляющие промышленности Карганинской области, Галымашимов ответил на вопросы журналистов. Первый был о развитии предпринимательства в регионе. Везде мы идем на встречу всем предприятиям, но за них тоже работать мы не можем. У каждого есть свой бизнес-план, у него есть свой прогноз, у него есть свои актуальны финансовые средства. Журналистов волновал вопрос и рудных запасов, особенно в Жесказганском районе. Галымашимов рассказал, что там уже начинают вести геолого-разведочные работы. Я вам скажу одно. В Лулинском районе очень хорошие запасы угля. Длиннопамятный уголь. Галымашимов подтвердил, что перспективы развития промышленности в области есть. Надо грамотно подойти к решению этого вопроса и думать о будущем региона. Сергей Высокосов, Бакеяр Оспанов, Первый Каргандинский. Пропагандировать и развивать казахскую национальную культуру во исполнении послания президента народу Казахстана и новой доктрины партии Нур-Отан решили в Шахтинске не совсем обычным способом. Там состоялся концерт исполнителей казахских песен, музыки и танцев. Знать, а главное понимать национальную культуру, которая имеет древние традиции, необходимо. Сегодня молодежь предпочитает продукцию шоу-бизнеса, а она не всегда высока и по мастерству, и по направленности. Фонд Сайгес вместе с Акиматом Шахтинска решили, что пропаганда народного творчества как раз и является тем звеном, которое наиболее ярко может передать основные направления государственных программ. Опосредованное восприятие, приходящее через эмоциональное состояние, порой дает более глубокий эффект, нежели прямое разъяснение современных задач, стоящих перед обществом. Культура во все времена очень четко реагирует на политические и экономические изменения в обществе. На сцене люди выплескивают свою энергию в зал. Если она несет положительный заряд, то зритель уходит с чувством радости в душе. Это и происходило на концерте в Шахтинске. Сергей Высокосов, Бакея Роспанов, 1-й Карагандинский. Аким области Бауржан Абдишев провел встречу с делегацией посольства Республики Болгария во главе с поверенным в делах Болгарии в нашей стране Иваном Димитровым. Напомним, что это вторая их рабочая поездка в Караганду. Месяцем раньше они уже приезжали в шахтерскую столицу. Глава региона рассказал гостям о Карагандинской области. Работе, проводимой по социально-экономическому развитию региона, а также остановился на внешнеэкономических связях и инвестиционных возможностях края. Бауржан Абдишев отметил, что Карагандинская область экспортирует продукцию предприятий в более 40 странах мира. В рамках встречи посол Иван Димитров предложил активное сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Мы же знаем, что наша сельскохозяйственная продукция была знакома здесь долгие-долгие годы. Теперь ее как-то не видно. Что мне как болгару или нас как болгарик вообще не устраивает. И мы будем активно искать возможности вернуть болгарскую продукцию в области сельского хозяйства, включая вина, здесь обратно на казахстанском рынке. По Шахтинску надо будет посмотреть соглашение. И какой-то город, действительно, который есть. Вот это с учетом того, вот наши ребята сейчас контактные листы, пусть проработают. И именно Караганда можно дополнительно еще какой-то город по сельскому хозяйству, сельскохозяйству, чтобы действительно не просто было там на бумаге подписалось и осталось, а реально были контакты, чтобы они обменивались друг к другу, приезжали, делились опытом, специалистами, инновациями. О новостях спорта. В Караганде прошел турнир по волейболу среди трудовых коллективов государственных и коммерческих организаций. Соревнования такого рода проходят впервые. Организатором выступил городской Акимат. За честь своих предприятий боролись 10 команд. Среди них коллективы Караганды Жарык, ДВД, Каргу, компании Куралекс Экспорт Проект, Кигокт, Кастранс Оил, КВШ, Углесервис, ВГСЧ. Данное соревнование проводится впервые среди взрослых команд. Количество участников – это 10 команд участников, среди которых производственные коллективы, такие как Караганды Жарык. Также участвует у нас Департамент внутренних дел Карагандинской области и Карагандинский государственный университет. Сегодня проходит финальная часть соревнований, по итогам которой будет определен победитель. По итогам соревнований победителем стала команда компании Кастранс Оилл. Второе место у Караганды Жарык, третьими стали Кигок. Спонсор показа – Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости 1-го Карагандинского и будьте в курсе всех событий. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин